Высокотехнологичные разработки в медицине. На базе сам ГМУ не только воспитывают квалифицированные кадры и оказывают профессиональную медицинскую помощь, но и создают инновационные продукты. Делегация из Казахстана во главе с чрезвычайным и полномочным послом Республики в Российской Федерации Дауреном Абаевым побывала в Центре прорывных исследований информационной технологии в медицине. Члены делегации познакомились с разработками самарских ученых. Есть КТ, МАТ, УЗИ, пироговские срезы. Ну, порядка 10 столов уже в Казахстане используются. То есть это продукты, сделанные сам ГМУ совместно с нашим партнером. Это партнер производства. А, вы прошли будете? Да, вот все, что здесь показывается у нас. Все, что показывано, это все сделано в сам ГМУ. Поэтому тут в этом предстоит, что это в сам ГМУ придумано, сделан прототип и сделан серийный продукт. По всему миру, уже в 12 странах мира 100 пирогов продается. По словам Даурена Абаева, проблемы со здоровьем, с которыми сталкиваются жители Казахстана и России, схожие. Поэтому обмен опытом в этой области будет полезен. Телемедицина – это очень актуально для Казахстана. Казахстан тоже большая страна. И, соответственно, мы хотели бы, чтобы мы достучались до каждого жителя страны и смогли ему помочь. Здесь есть эти решения, которые были бы актуальны для нашей страны. Стороны обсудили возможные варианты сотрудничества по внедрению самарских разработок на медицинский рынок Казахстана. Сам ГМУ рассматривает вопрос о том, чтобы найти партнера из Казахстана, вместе с ним выстраивать производство. И наши изделия, мы обсуждаем вопрос, чтобы наши изделия были произведены в Казахстане и более широко используются на медицинском рынке Казахстана. По итогам прошлого года Казахстан занял второе место в экспортных поставках Самарского региона и входит в первую десятку стран основных торговых партнеров страны. Поэтому в сотрудничестве на взаимовыгодных условиях заинтересованы обе стороны. Галина Топилина, Константин Головин. События. Галина Топилина, Константин Головин. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...